Скажу по поводу масс-медиа, если мы касаемся еще, ну, радио и, значит, телевидение, это как бы одна история, это разовая история, когда выходит репортаж и считаете, что на следующий день он забыт, но закладка памяти происходит от сериалов и от полнометражных фильмов. Я вам скажу одно, что мне иногда говорят, что, ой, Алексей, вот как в Голливуде. Да не надо сравнивать Голливуд, абсолютно. Поверьте мне, что мы снимаем не хуже. Два года назад мы сняли фильм V3D, где уже американские и голливудские актеры уже просятся и снимаются у нас. В том фильме это был полный метр, где мы собрали рекордное, рекордное количество денег, это 2 миллиарда, и сейчас мы снимаем фильм V-путешествия в Китай, где уже играет Джеки Чан, и он и продюсер. Арнольд Шварценеггер, Эрегер Хаур, Флейминг, опять же, наши ребята играют. И самое, что интересно, они приезжают к нам, мы показываем свою историю, потому что человек, человек, который уезжает туда, он больше как бандит и нехороший, не сыграет. Мы всегда показываем пьяных ментов. Менты 1, менты 2, менты 3, менты 4. Я стал говорить, ребята, зачем? Зачем об этом говорить? Зачем мы показываем самые негативные стороны и плохие стороны? С чем я могу сравнить, что если это американский фильм, то люди умирают под гимн, люди умирают под флаг, люди умирают за свою страну? К сожалению, тоже было потеряно такое время, но с возвратом фильма «Мужской сезон», «Девятая рота» мы понимаем, что мы возвращаемся к настоящему патриотизму, потому что без патриотизма и веры невозможно вообще существовать. Надо во что-то верить. И сейчас мы начали снимать, мы начали снимать, и причем огромное количество хороших фильмов. Именно если мы вспоминаем раньше про Столеваров, значит, там опять же про короновщиков, про короновщиц, это времена 60-е, то сейчас мы тоже начинаем потихонечку-потихонечку формат менять. Формат поменяли по поводу военной операции в Сирии, сейчас снимаем полнометражный фильм. Замечания, конечно, к СМИ, вы знаете, всегда вот что-то происходит, предположим, рухнула казарма, значит, в одной из частей, погибли люди. Ребят, ну послушайте, но сказали за 24 часа все каналы, ну зачем это смалянить, зачем это смаковать на протяжении двух недель одно и то же? Ну, ребят, это настолько, ну правда, это негативная страна. Я считаю, что раз показали и сказали, мы разберемся и доложим. И вот через там 10 дней СМИ должны принять решение, что был наказан этого, этого сняли с должности, этого посадили и прочее, прочее. Но не надо нести столько негатива, у нас и так огромное количество информации, у нас так огромное количество проблем. А СМИ, телевидение заливает нас всякими этими страшилками. Ну, ладно бы раз заливали, ну послушайте, ну постоянно, постоянно, включаешь канал, погибли, взорвали там того, того, того. Там, 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 ну слушайте, ну не надо это целыми днями, 3-4 дня одна и та же информация. Да не нужна, надоело все это дело. Так что, вот, вот и мы поговорили, что, ребят, показывайте лучше больше передач, как работает в Дагестане пастух. Показывайте, как в Чечне работают строители, как, предположим, значит, в Башкирии работают пчеловоды. Понимаете, если мы вот так вот будем социальные ролики запускать и социальные ролики, мы станем добрее, мы станем добрее, ближе друг к другу.